всем привет продолжаем изучать мифы гестия богиня семейного очага жертвенного огня старше дочь кроноса иреи сестра зевса геры деметры аида и посейдона соответствует римской вести посейдон и аполлон добивались ее руки но она дала обет целомудрия и жила у своего брата зевса для того чтобы дом становился жилым у него вносили огонь без присутствия действия не обходился и второй ритуал связан с домашним очагом после того как ребенка рожденного в семье исполнялось пять лет его обносили вокруг очага тем самым принимая малыша в семью затем пировали после того как молодые люди начинали отдельно жить в новом доме они проносили часть огня с очага предыдущего дома олицетворяя преемственность связь с родственниками более обнаружены записи согласно которых очень популярным обрядом привилегированных дам в древней греции было создание сфер гестии сферы представляли собой шары состоящие из плетенной виноградной лозы и прути в древесных растениях которых вмещались колоссе пшеницы символизирующий семейный достаток перья птиц небесное происхождение брака кольцо из металла символ супружеской верности ей гестии приносилась жертва перед началом всякого священодействия все равно носила ли последний частный или общественный характер благодаря чему образовалась поговорка начинать с гестии служившая синоним успешного и правильного вступления к делу действие почиталась вместе с гермесом зачинателем жертвоприношения с действий связана легенда приметые титане создавшим людей приметей выкрал огонь у действий или же она сама ему отдала передала людям благодаря чему те стали не только физической но и духовной копии богов поскольку огонь был только у богов но так вкратце то что написано в википедии о гестии богине семейного очага и жертвого огня который соответствует римской вести пока пока до свидания